МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы с вами стоим не на улице, а в переулке Гурьерском. Это один из самых старых районов города. Привело нас с тобой сюда очень интересное обстоятельство. Здесь жил один из самых загадочных людей Российской империи. Основатель отечественной графологии Степан Николаевич Мордарий. Почти все высокие гражданские чины, а еще более все высокие жандармские офицеры в своих мемуарах послереволюционных о нем упоминаются. То есть вот о нем говорят, как об очень талантливом в своем деле человеке. Он был графолог и криптограф. Криптограф – это шифровальщик. Родился он в 1835 году в Николаеве. Известно, что его отец, его отец – простой крестьянин, он пришел в город и работал на водоплойских хуторах, отжигал известь. То есть очень тяжелая работа, он там буквально проработал несколько лет и умер. Степан Николаевич, он остался практически с 7 лет без отца. Старты и возможности у него были очень плохими. Он был косоглаз, у него была врожденная хромота и тяжелую мужскую работу он выполнять не мог. Поэтому его отдали на легкую женскую работу. Что такая легкая женская работа у Николаев? Вот здесь, в этом доме находилась кондитерская лавка. Ее даже нельзя называть кондитерской лавкой. Ну, была такая сахарная лавка для народных сладостей, потому что кондитерская – это более что-то такое, аристократичное. И вот сюда определили расписывать сахарных петушков на Рождество. Ребенок был неграмотный, он просто повторял эти надписи, которые на этих перьях у петухов сахарных. Он научился писать, читать. И потом стал врожденный талант. У него такой каллиграфический почерк, что вся вот эта округа стала к нему приходить. Там, писать какие-то ходатайства, жалобы, там, какие-то официальные бумаги, просто частные письма. В конце концов, хозяйка посмотрела на все это и решила ему пристроить отдельную комнату, потому что она брала за это деньги. Однако до пристройки не дошло. Ему предложили работать копиистом в конторе капитана над спортом. Она находилась рядом с домом главного командира Черноморского флота и портов. Это тяжелая работа на галерах. То есть это крепостные. Их могли там за нерадивость сечь, могли заковывать в колодки. Их постоянно привлекали для каких-то там хозяйственных работ на усадьбе, начальников там и так далее и тому подобное. То есть, ну это была пыль. Вот, как говорится, сегодня офисный планктон. Тогда вот это было такое. Многие не выдерживали, подавались в бега, но он выдержал. Он выдержал, через год стал старшим копиистом. Так, на всякий случай. А еще через год его выперли оттуда. С волчьим билетом. Просто-напросто выгнали. Все очень просто. Оказывается, вот в китайской каллиграфии там различают специалисты 300 оттенков чернил. Ну, в русской, наверное, меньше. Но, тем не менее, чернила готовят из специальной суспензии. И они имеют какие-то разные оттенки. И вот, говорит, этот копиист, переписывая демеридж. А демеридж это накладная, вернее, это ведомость, которая дает право получения премии за быструю разгрузку судна. И вот в этом демеридже стоят цифры с другими чернилами. Он обратил внимание, написал докладную. Его тут же выперли. То есть портовое начальство, так сказать, свои теневые схемы из-за какого-то канцеляриста, так сказать, просто-напросто лишний, лишний, любознательный человек был. Но его тут же забрали. То есть у него, так сказать, была какая-то репутация. С этим волчьим билетом в Сиротский суд. В Сиротском суде он, разбирая бумаги, немецкого клониста Якоба Дунца, Якоба Дунца, который жил на улице Рождественской, вот там где-то, вот рядом с музеем Лягина, дом, который был опекуном Варвары Тороповой. Он заметил искусно подделанный вексель тоже другими чернилами. Подал в суд тут же. Суд лишил опекуна попечительства и заставил выплатить неустойку капитала. Дело получил общественный резонанс. Варвара Торопова, дальняя родственница военного губернатора Николаева Морица Берга. Мориц Берг посмотрел на все это и с канцелярии пришло поручение поощрить радивого копеиста. Ему дают целый чин коллежского регистратора, то есть это первый чин. Ему полагается мундир, его нельзя уже пороть публично. Так, на всякий случай. А потом вот его биография как-то теряется. Вот теряется на какое-то время. И вот я посмотрел там в мемуарах Александра Спиридовича, был такой генерал-майор, был такой генерал-майор жандармерии, который издал свои воспоминания в Нью-Йорке в 1949 году. Не так называется записки жандарма. Так вот, там они пишут, что он появляется под Севастополем, в Крыму. В штабе генерал-адъютанта князя Александра Меньшикова, начальником целой походной канцелярии. Что такое походная канцелярия? Это взвод курьеров, это архивариусы, это криптографы, шифровальщики. И вот он все этим заведует. И он там очень сильно отличается. Во время Альминского сражения 8 сентября 1854 года казаки родмистра Уварова случайно захватывают курьера французского маршала Сент-Арно. Ну, там была у них рукопашная битва на Альминском мосту при реке Альме вот на этом мосту. И случайно попадает этот курьер, открывают его сумку, а там частная переписка. Ничего особенного. То есть там какие-то письма родственникам, что-то такое, 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 такое. Степан Николаевич Мордарий берет железный порошок, высыпает на лист, с нижней стороны подсовывает магниты, эти опилки рассыпаются по буквам. То есть вот они читают этот текст и узнают об обходном маневре французского корпуса генерала Боски. Русская армия потерпела страшное поражение в битве при Альме из-за бездарности командования. Но Меньшикову удалось сохранить русскую армию. Все-таки удалось ее сохранить, она не попала в окружение. Естественно, его награждает орденом Станислава 4-й степени и дают чин титулярного советника целого. А это уже личное дворянство. Ну вот, после Крымской войны он возвращается в Николаев опять в 56-м году. Здесь жизнь замирает, тяжелое время, парижский договор, корабли запрещено строить. Он покупает дом своей старенькой матери на углу рождественской современной Лягина и большой морской. И его отзывают Петербург и он там начинает возглавлять целый департамент тайной полиции. Департамент занимается перлистрацией и криптографией. Реформы императора Александра Второго, начало студенческих волнений, социальная активность, началась 30-летняя война народников царской бюрократии. Он наладил сеть лабораторий по всей Российской империи, которая отслеживала вот эту тайную переписку. И его старания, вот Спиридович в своих записках жандарма, он приводит такую статистику, вот я запомнил некоторые цифры, 1063 бомбиста были задержаны, 102 комплекта шрифтов для нелегальных типографий, несколько подов там пероксилина, более 7000 единиц огнестрельного оружия. То есть вот благодаря вот этой деятельности периллюстративной. Но он стал такой знаковой фигурой, это есть во всех монографиях, это есть даже не только в частных мемуарах, во время процесса Веры Засулич. Вера Засулич, которая стреляла петербургского градоначальника Трепова, ожидала своей участи, то есть приговора суда присяжных в петербургской тюрьме Петропавловке. Она попросила тюремное начальство написать родственникам письмо, чтобы ей принесли теплую одежду в камеру. Тюремное начальство сказало, пиши. Она написала, отнесли в лабораторию. Мордарии в это время не было, он находился в командировке. Там посмотрели, письмо чистое, вроде ничего нету. То есть проверили его там на все дела. Жандармы прекрасно знали, что Веру Засулич присяжные оправдают. Они нашли предлог, то есть вновь выявленные обстоятельства, чтобы задержать ее на выходе из зала суда. То есть ее должны были освободить из зала суда. Присяжные оправдают, Вера Засулич ходит тут же садиться в паралютку и исчезает в неизвестном направлении. То есть ее не находят. То есть она на свободе. То есть главная террористка. Возвращается Степан Николаевич Мордарий из командировки. Берет это письмо, а там хлористым железом между строк написан план побега. Всего-то на все надо было взять тиониковый калий, то есть слабый раствор марганцовки. протереть, чтобы это все прочитать. То есть он становится знаменитым. Дальше там события разворачиваются еще круче. Во время Первой мировой войны он налаживает целую службу, целую службу криптографов и графологов. то есть российский генеральный штаб во время Брусиловского прорыва прекрасно осведомлен, то есть русская разведка прекрасно осведомлена о планах австрийцев, о немцам и австрийцам. Так до конца и не удалось, до конца Первой мировой войны, то есть до 1917 года, пока не пошел развал, так и не удалось раскрыть шифр русского генерального штаба, который он сочинил. В 1893 году он написал целый учебник по графологии и криптографии. Ему дали звание действительного статского советника, то есть гражданский генерал, гражданский генерал. Но у него такая вот прерывистая биография у этого человека. Известно вот опять же из мемуаров Спиридовича то, что в 1917 году ему уже 82 года, 82 года он хромой, полуслепой, разбитый болезнями, он приезжает сюда в Николаев, семьи у него нет, он так и не обзавелся, ну такой красавец, знаешь, семью не обзавелся, и он сюда приехал умирать на могиле матери, и в августе 1917 года он умер. Ну, Спиридович говорил, что похоронили его старые товарищи. Мы от отдела от отдела охраны памятников истории и культуры в 1998 и в 1999 году проводили инвентаризацию старого Николаевского некрополя. Я пытался найти там могилу, не нашел. Но вот этот человек работал в этом доме. Такая вот загадочная личность. Музыка Музыка Субтитры подогнал «Симон»